ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нормально выполнять свою работу управляющие компании или не могут, или просто не хотят. В эфире дежурный по городу. Здравствуйте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Улица Свобода, 114. Наладить работу системы канализации коммунальщики не могут уже полторы недели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 17-го числа утром я зашла в туалет, и у нас там, смотрю на полу, вода. Ну, я вытерла всё это самое, отжала, пошла к верхним. Я думала, они просто что-то уронили. Говорю, нет, мы ничего не бросали. Вот, потом, воду, конечно, мы сразу не отключали, надеялись, что вот-вот я делала заявку в жилищные услуги. И пришли слесари, посмотрели в колодце там, пришли сюда, вот этим, чем они там прочищают. И у них ничего не получилось. Ну, они сделали вывод, что труба действительно там, это самое на улице, которая проходит. И они мне сказали, вызовите аварийку. Я ещё вечером вызвала аварийку. Они пришли, то же самое, ничего у них нет, сам не получилось. Во вторник я пошла к управляющим компанией Павлова АВ с заявлением. Ну, приняли, нас выслушал. Будем решать, сказал. И вот решается вот по сегодняшний день. Потом я общалась опять с лесарями. Они приходили опять, ничего не это самое, у них не получалось. И, в общем, говорят, ну, будем писать водоканал, чтобы водоканал пришёл, это якобы их до стены с улицы, находится в их ведении. Те приехали через два дня вечером, посмотрели. Колодец не заполнен, как они думали. Вот, говорят, пусть это жилищные услуги теперь решают. Ну, и вот всё решается. Я каждый день с мастером общаюсь. Верхние жильцы в администрацию относились в заявление. Вот. Потом, значит, вот на сайте Лиманского они письмо, и мы потом вечером, я просто не знала, что они это самое. И сегодня звоню мастеру, говорю, ну что, какие-нибудь положительные результаты. Я вам ничего не могу сказать, потому что это решается наверху. Мы ничем не пользуемся. Вот тазик стоит, умоемся, съездим к сыну, искупаемся. На даче были, там хоть мелкие вещи постирали. Ну, я не знаю, у меня уже вот, ну, к нам относятся, вот, как к низшему обществу. Я не знаю, что уже делать. Улица Каховская, 72. Первый подъезд двухэтажки в безобразном состоянии. Лестница у нас, наверное, скоро обрушится. Теплоузел, это вообще не теплоузел, это я не знаю, что. Его даже открыть невозможно. Там ужасно, что творится. Рубы у нас все сгнили, из-за этого у нас все в сыром состоянии. Стены все это уже сами делали, рейки набили, чтобы хотя бы второй этаж на первый не упал. Ну, состояние, конечно, ужасное. Никто нам делать ничего не хочет. Все от нас, как бы, открещиваются. Платим мы за содержание жилья 800 рублей в месяц с каждой квартиры. Но никто ничего не приходит, и бесполезно куда-либо писать, обращаться. И вообще, на данный момент мы остались, в общем, между небом и землей. Компания ВАСКО, которую мы платим, они вообще открещиваются от нас, говорят, что вы к нам теперь не относитесь. Вас выставили на тендер, но деньги они с нас собирают, а услуг нам не оказывают вообще никаких. Совершенно. В начале июня была комиссия здесь. Своя же жил ли, откуда она. Посмотрели, все описали. Говорят, ладно, дадим ответ вам. Вот. Ответ пришел, ждите, будь с министерства комиссии. Пришла с министерства комиссии, посмотрели. Ну, ладно, вот где-то в июле, числа 20-го, начнем работы. Вот уже заканчивается август, и никому ничего не надо. А мы никому не нужны. Все от нас отнекаются, и все, на этом кончается. Приходили, у нас была компания, целая делегация. Пришли, посмотрели, головой покивали, на этом все. На этом все, и больше никто не приходил, ничего не смотрели. То есть, ни дом управления, ни ВАЗКО, никому ничего не надо. Совершенно. А на данный момент мы вообще не умделены. То есть, наш дом брошен. Это все на сегодня. Звоните и пишите в нашу редакцию. Увидимся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...